Игромания Аркаду, как известно, предпочитает большинство игроков. Она проста, динамична и не отнимает много времени. Вылетел — и ты уже в бою. С реалистичным режимом всё иначе. Сражения там максимально приближены к реальной жизни. Самолёт — всего один. Миссия начинается с аэродрома, с которого ещё надо взлететь. До цели — какое-то заметное расстояние. Пройдёт немало времени, прежде чем вы встретите в небе первого врага. Так что же привлекает любителей именно этого режима, такого неспешного и негостеприимного с виду? В первую очередь физика полёта и повреждений. Это в Аркаде самолёт не разваливался от огромных скоростей. Мог разворачиваться даже, используя один руль направления. Терпел столько урона, что позавидовал бы любой B-17 и не особо перегревался. В реалистичном режиме придётся следить за всеми этими параметрами. Важна даже температура масла и воды в системе охлаждения. Да что там, даже климат играет роль. Вы почувствуете разницу в перегреве двигателя, сменив карту с Орден на, допустим, Сицилию. Карты, кстати, это масштабированные копии реальных зон боевых действий. В карте Кубань игроки узнают прекрасный город Новороссийск, а те, кто бывал в Германии, заметят характерные черты аэропорта Темпельхофф на карте Берлин. Об историчности можно говорить долго. В игре есть и миссии из альтернативной истории, где сражаются нации, друг с другом никогда не воевавшие. К примеру, США против СССР или США против Великобритании. Но для игроков, кому такие вольности не по нраву, есть специальные миссии в режиме «События». Там доступна только та техника, которая принимала участие в боях на том или ином участке фронтов Второй мировой. Будь то Мальта или Сицилия, или простая миссия прикрытия штурмовиков Ил-2 от немецкой авиации. Но вернёмся к боевой части. Бомбардировщики начинают игру в воздухе. Истребители и штурмовики стартуют с аэродрома. И уже тут подстерегают первые сложности. Пока не наберёте скорость, достаточную для отрыва от земли, не убирайте шасси. Это чревато. Поначалу лучше вообще их не трогайте. По умолчанию они в нужный момент уберутся сами. И, конечно, не делайте резких движений во время взлёта, иначе разобьётесь об полосу. Есть нюансы и при посадке. Советуем перед боевыми вылетами как следует потренироваться в разделе «Обучение». В реализме это правда важно. Мы в воздухе. Обязательно выведите все показатели температуры, топлива и боекомплекта на панель интерфейса. Также советуем в настройках интерфейса переключить индикатор скорости на её истинное значение. Это аббревиатура IAS вместо SPD. Вкратце, SPD — это ваша скорость относительно земли, а IAS — Indicated Airspeed — относительно встречного воздушного потока. Второй параметр гораздо важнее, ведь именно напор воздуха определяет аэродинамику машины, позволяет совершать те или иные манёвры и испытывает на прочность конструкцию самолёта. Слишком высокая скорость — это риск разрушения корпуса, слишком низкая — риск сваливания. Недоверчивым зрителям предлагаем простой эксперимент. На высоте 7000 метров разгоните самолёт до 320 км в час относительно земли и сделайте петлю Нестерова. Не получается? Тогда переключите индикатор на отображение истинной скорости и посмотрите, какова она на самом деле. Вопросы отпадут сами собой. Теперь о высоте. Для каждого самолёта есть своя оптимальная высота, где он чувствует себя наиболее комфортно. К примеру, в среднем для немцев — это 4-5 тысяч метров. Для советской авиации — ближе к 3 тысячам. Но это в общем, а конкретно надо подстраиваться практически под каждую боевую машину. Скорость, высота, что осталось из важного — стрельба. Маркера упреждения в реализме нет, а боекомплект не пополняется в воздухе. Стрелять приходится аккуратно, короткими очередями, не зажимая левую кнопку. Если оружие заклинит от перегрева, исправить это сможет только наземная команда техников. Если у вас богатый опыт в аркаде, представьте, где бы сейчас находился маркер упреждения, и почти наверняка попадёте. Если сомневаетесь, возьмите упреждения раза в полтора больше, чем хотели до этого. Пусть лучше противник сам налетит, на вашу очередь, чем вы будете стрелять в пустоту. Когда боеприпасы кончатся, а кончатся они довольно скоро, пора на аэродром. Там механики вас зарядят и починят, позволяя снова вернуться в бой, а заодно и дозаправят. Топливо ведь тоже не бесконечно. Кстати, помните, мы советовали вывести индикаторы топлива на верхнюю панельку? Однажды это может спасти вам жизнь. Обычный датчик краснеет, когда горючего остаётся примерно на две минуты. И вот представьте, вы доблестно сражаетесь на карте Испания, и вдруг, краем глаза, замечаете покрасневший индикатор. Две минуты. А сколько до аэродрома? Около семи. Ну, вы не подумайте, что так всегда, это просто Испания такая большая. Так или иначе, две минуты спустя ваш грозный мессершмитт уже пугает рыб в тёмных водах Средиземного моря. Во время самого боя обязательно следите за скоростью и перегрузками. Любое неосторожное движение, и вы можете лишиться какой-нибудь определённо нужной части самолёта. Ну, крыльев, например. Учитывайте скорость в пикировании. Разрушение конструкции или же флаттер может наступить при превышении допустимой скорости для каждого конкретного аппарата. Скорость самолёта влияет и на управляемость. При слишком высокой скорости могут, например, заклинить рули высоты или оторваться за крылки. Это далеко не все беды, которые могут приключиться с вами при неумелом пилотировании. Путь к мастерству в знании каждой машины, в знании её преимуществ и физических ограничений. Но какие-то общие рекомендации по манёврам мы не хотим.